Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео я собираюсь рассмотреть, так сказать, план возобновления выплат, опубликованный в чате для вкладчиков компании Гермес, хотя слово Гермес здесь не фигурирует, но из-за текста понятно, что это относится именно к ним. Поехали! Итак, в тексте написано следующее. Всё идёт по плану. Первое. В сентябре появились балансы для сверки. Действительно, примерно на протяжении полугода те, у кого были открыты счета Виста, не имели доступа к своим счетам, не знали, что там вообще происходит. И вот в сентябре появилась возможность на сайте Гермес Рекавери зайти в свои кабинеты и увидеть те суммы, которые были у людей на балансе. Подавляющее большинство говорит, что цифры на балансе соответствуют тому, что было раньше, до момента исчезновения сайтов. 1 октября появились транзакции для сверки. В принципе, об этом было сказано ещё в августе. В объявлении за август, что к 1 октября будут восстановлены транзакции. Этот пункт также выполнен. Пункт 3. В октябре появятся внутренние переводы. Сверка, кто кому должен был перевести и не успел это сделать. И форма обратной связи для корректировки. Кто забыл счёт, пароль и так далее. Вначале была опубликована такая информация, что якобы будут открыты внутренние переводы, но именно про нормальные переводы, когда сама компания выводит средства, не было ничего сказано. И мне эта новость не понравилась, потому что, когда нет нормального вывода, есть только внутренние переводы, это чем чревато? Это чревато тем, что люди просто массово начнут переводить друг другу внутрянку. И поскольку ситуация с выводом неизвестна, люди просто будут стараться от неё избавиться по любой цене. Там скидывать 50%, 70%, 90% и так далее. То есть ситуация, ну, будет, мягко говоря, не очень. Если же данная фраза, что появятся внутренние переводы сверка, кто кому должен был перевести и не успел это сделать, то есть именно открытие внутренних переводов относится к конкретным частным случаям, когда кто-то кому-то должен, например, вернуть какие-то суммы, это другой разговор. То есть именно, когда внутренние переводы будут открыты не для всех подряд, а только конкретно для людей, например, которые там получили от другого участника там средства на кредитное плечо, но не успели вернуть, потому что сайты перестали работать, к примеру, да? То есть если это будет сделано для конкретных людей, окей. Также планируют сделать форму обратной связи для корректировки. Кто забыл счет, пароль и так далее. Это, безусловно, тоже полезная вещь, потому что определенный процент людей так и не смогли попасть в свои кабинеты, и они не знают, куда обращаться, как восстановить доступ. Поэтому, если сделают такую форму обратной связи, это будет хорошо. Пункт номер четыре. В ноябре зеленые счета, как видим, здесь не используется название Виста, так обтекаемо зеленые счета, будут переведены на систему блокчейн. И произойдет объединение с сайтом UTLT, и после этого появится возможность снимать свои деньги или продолжать инвестировать. То есть пункт номер четыре, он, соответственно, самый важный и самый долгожданный, потому что практически все участники интересуются, когда будет вывод. И в одном из созвонов, даже, наверное, не в одном, я высказывал предположение, что, может быть, как раз поскольку на новом сайте ввод и вывод работает нормально, система ввода-вывода через криптовалюту USDT и через блокчейн подключена, и, насколько мы видим, все работает очень даже неплохо, то вполне логично, если вот эти цифры, которые у людей есть на балансе, будут перенесены в новые кабинеты, и у людей появится возможность, например, как раз выводить уже средства в криптовалюте USDT. Ну и, судя по вот этому четвертому пункту, как раз похоже, что именно это они собираются сделать. Если это так, то это, безусловно, хорошая новость, а что касается сроков, здесь называется ноябрь. Да, конечно, это опять ожидание, все понимаю, хотелось бы, чтобы уже это все работало вчера, и на протяжении 7 месяцев люди, по сути, не могут ничего сделать, сейчас просто видят свои циферки, которые они еще в марте видели, до исчезновения сайтов. Ну вот, спустя 7 месяцев люди сейчас видят цифры, средства на балансе, и транзакции. В октябре, еще раз повторим, в октябре должны появиться внутренние переводы, насколько я понял, для того, чтобы участники могли рассчитаться по каким-то долгам, задолженностям друг с другом, а в ноябре зеленые счета будут переведены на систему блокчейн, и произойдет объединение с сайтом UTLT. Конечно, еще раз повторю, неоднократно можно услышать голоса скептиков, что вы занимаетесь ерундой, ничего не будет, уже всех кинули, это все оттягивание времени. Ну, можно рассуждать и так, тем не менее, тем не менее, в принципе, обратите внимание, что первые два пункта, они действительно выполнены. Хотя, повторю, например, что касается второго пункта, появления транзакций первого октября, даже я не был до конца уверен, что это будет выполнено. Выполнено. Поэтому, если выполнены первые два пункта, в течение октября мы должны увидеть как раз исполнение третьего пункта, ну, а в ноябре четвертого посмотрим, как это все будет сделано. И, наконец, последний пункт по начислению доходности за прошедшие месяцы будет отдельная информация. Ну, и возвращаясь к вопросу, а если с чего платить, давайте посмотрим, каков баланс, например, средств на криптовалютных кошельках в новом проекте United to Live. Итак, смотрим. На первом кошельке, на который принимаются средства, мы видим 20 миллионов 6 тысяч 723 USDT. На втором кошельке, с которого происходит выплата средств, в данный момент находится 552 тысячи 047. И, если просуммировать балансы этих двух кошельков, то получится, что суммарно на них находятся 20 миллионов 558 тысяч 770 USDT на данный момент. И, если вспомнить, что USDT это stable coin, приравненный к доллару, получается, что на двух кошельках суммарно 20 с половиной миллионов долларов. Да, конечно, эта сумма явно недостаточная, чтобы выполнить все обязательства перед инвесторами Гермеса, поскольку задолженность по счетам составляет явно больше миллиарда евро, но, по крайней мере, это какая-то сумма, с которой уже можно начать платить. Как это будет? Как говорится, поживем, увидим. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.